девочки купила сегодня рядом с соседним цветочном магазине цветочек называется пахира так вот он выглядит эти листья будут до потолка не знаю будут расти не будут ну вот эти будут скорее всего расти вот стоит он так вот не утерпела не утерпела очень захотелось три слова но их уже не переплести не уже жесткий их обычно переплетают в косу ну у меня будет так расти такой красивый хотела чуть побольше купить чуть побольше две шестьсот пожалела думаю за тысячу не так жалко ребята в моей компании моя компания этих орхидеек прибыла смотрите пахира поселила здесь и еще у меня здесь живет египетский сфинкс а египетская сила то это то это изабелечка сидит на солнышке я вчера окно вымола все вычистила что же постирала изабелька ты моя красавица ты моя красавица маленькая красавица гуляем с эдиком на улице 34 еще неделя ему уже плохо еще неделя будет жары ну вот так как говорит интернет чтобы удачи никто не знает эдику уже дурно эдику нас принял ванну эдик эдику пошли мы собирать грязь короче гулять девочки мальчики и у меня нет окружится старости нельзя как жарище дышать нечем время у нас 7 вечера доходит на улице 34 представляете вот прям вот Течет по спине аж. 34. Эдик очень у нас плохо переносит жару. Сейчас покажу его. Эдичка. Очень. Нет, вот у него теплообмен другой у китайских хохлатых, потому что он голый. И у него, видимо, лысый. У него кожа все это быстро воспринимает, сильно. Я, в принципе, тоже лысая. Меня тоже, видимо, плохо. Мне некомфортно, короче говоря. Такое лицо не помещается в кадр. Ну, что делать? Торговый центр уже достраивается. Уже вывеску сделали. Торговый центр Урал. И скоро открытие. Едет велосипедист. Придержи. Сука, пошел. А, он, слушай. Пропустил. Там чудин. А если бы ты, Лагу, съехал сейчас? Эдичка, маленький, устал. Ты его попробуй, он нагрелся. Устал. Он как грелка. Замучился. Эдичка. Очень ему плохо. Плохо. Так, ну что, у нас жарище 34. А в такую жару самое вкусное, что кушать? Ледяную окрошечку. Просто ледяную. Все, кто трапезничает, все, кто кушает, приятнейшего вам аппетита. Ну и мне, естественно, тоже. А ну-ка попробуем. Давайте. О-о-о-о. Короче. Все. Буду ужирать-то. Поэтому всем пока. Так, ну что, ребята. Сегодня день у нас опять закончился покупками. Мы с Костяном два шапоголика. Просто два больных шапоголика. Ой, Господи. Захотел он себе часы. Это у нас часы уже вторые. Были первые вот такие вот. Не помню, что за фирма. Это уже вторые часы. Сейчас же часы как телефон. С каждым разом все круче и круче. Короче, тут, значит, для него прям жизненно необходим шагометр. Часы фирмы Xiaomi. Как мой пылесос новый. Фирмы Xiaomi. Короче, только функции. Очень много. Водонепроницаемые. Можно в них купаться. В общем, все. И смски принимает. Ну, я даже не буду перечислять. Огромное количество функций. Короче, как-то они вот так вот. Раз. 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 И они должны сработать. Видите? Раз. Раз. Руку поднял. Чинь. И они показывают время. 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 Пульс. Шагометр. Сколько калорий сгорело. Сколько километров прошел. Или проехал. Можно, значит, вместо карточки расплачиваться часами. Ну, естественно, смски, звонки. Все. Они принимают. Телефон отключен. В общем, я не знаю, что мне тут ничего ему не это. Не сделать. Погода, тренировки всевозможные, карты, пульс. В общем, чего только нет. Надо было. Ну, на те. Стоят они 3. 3,400, что ли, я не помню. Короче, Константин ходил сам. Гарантия, все. Сам сходил, сам попросил. Я им разрешила купить. Очень интересное зарядное устройство. Видите, какое. Заряд держит неделю. Даже если ты регулярно, прям вот, ну, бесконечно ими пользуешься, как телефоном. То ровно неделю держит заряд. Ну, посмотрим, как они будут в действии. В общем, вот такое вот Константин себе приобретение. Как-то они должны вот типа так раз. Раз. Видите, они включаются. У нас, как всегда, второй час ночи. В общем, как-то так. Дальше. Что у нас? Какое приобретение? Зашли мы сегодня с ним в каре. Потому что у него очень много бонусов спасибо на карточки. А у нас в нашем городе, кроме как в каре, их использовать нигде нельзя. И решили мы их использовать. Ну, и естественно, мы купили три штуки кроссовок. А двое Константину, одни я себе. Сейчас достану, покажу. Так, ну, девочки, кроссовки Константину. 42 размер. Все-таки он же поступил у нас на бюджет, на юриста. Еще, правда, не студент, а битуриент. Но все равно хочется, чтобы во всем новом, во всем красивом был. В общем, вот такие кроссовочки. Ему сегодня понравились. Такие кроссовки мы с ним сядем. Легкие, легкие. У него новая джинсовка белая. Как раз с красными этими вставками на спине. Не вставками, а с красным орнаментом на спине. И вот они прям подойдут вообще. Но у нас, правда, стоит жара. Когда еще мы их оденем? Ну, я думаю, как говорится. Я имею в виду джинсовку. Так, дальше. Следующие кроссовки. Тоже Константину. Тоже белые. Тоже с обставочками. Ну, это уже такая прям классика. Красоты, кроссовки. Эти мне понравились. Я говорю, давай вот эти возьмем еще. Тоже сорок второго размера. Так, и мои. Мои кроссовки. Я давно хотела такого плана. Все думала, как же я буду у них выглядеть. Померила сегодня. Отлично. Просто отлично. Дорогие только планы. Видите? 2 999. Смотрится просто отпадно. Три пары мне понравились. Сегодня в каре кроссовки. Туфель. Туфель. Таких осенних. Кожа натуральная. Но они мне или большие, или маленькие. Представляете, так обидно. Или большие, или маленькие. Видимо, завоз был. Я давно не была. Месяц точно не заходила. Ну, может, меньше. А сегодня меня Костян вытянул туда. После работы мы зашли. Вот так вот они сзади смотрятся. В общем, смотрятся на ноги круто. Я потом померяю. Я думаю, что я их... Ну, они же все налетние. Че это, как носок. Я их одену с новой белой рубашкой, которую привезла с ебургой. И с велосипедками. И будет вот так вот. В субботу. Пойду так гулять. Только единственное, что 2 999. Ну, да ладно. В общем, круто тень. Смотрится бомба. И одевается легко. Я думала, что тяжело будет одеваться с этим чулком. Мне одевается нормально сложно. В общем, вот такие вот мы сегодня сделали с Константином приобретение. Ой, блядь. Потратили сколько? Тысяч 7, наверное. Как не больше. Ну, потому что часы и 3 пары обуви. Еще я сегодня опять купила шикарные розовые помидоры. И шикарные, и желтые. Вот такие красивые, несистые. Пол мешка помидоры уже съела. В общем, как померяю с новой блузкой, обязательно покажу. Так, ну вот, все. День подходит к концу. Время, первый час ночи. Нашидечка. Нашидечка уже лег спать. Так что всем спокойной ночи.